Неправильно ездят, плохо водят. Народ типа колхозный, никто никого не пропускает. Согласен. Наезжают. Да нет, это присуще всей нашей стране. И не только нашей стране, это присуще вообще всем славянам, мне кажется. Потому что и на Украине, и вот, кстати, мы и про Балканы говорили, там тоже люди, в принципе, примерно так же ездят все. Это, видимо, какое-то у нас или социалистическое наследие, или славянское наследие. Такое вот, тут обычно матерное слово используют, но заменим его раздолбайством. Наша российская раздолбайство. Соответственно, оно переводится на все сферы деятельности нашей, в том числе. И там, где люди, в принципе, и живут, постоянно находятся. Это бытовая сфера, и общение там на улице, и так же автомобилисты, это те же люди. То есть, когда ты автоматилист, ты ругаешь пешехода, пешеходы ругают автомобилистов, хотя и те, и другие все нарушают со всех сторон. Но почему-то всегда думаешь, что они не виноваты. На самом деле, да, это меня раздражает очень сильно, особенно в вождении в Череповце. Потому что, если говорить про Москву и Санкт-Петербург, ну, видимо, там все-таки культура перемолола уже население немножечко. И они стали чуть-чуть цивилизованнее, может быть, отчасти, да. И продвинутье, ну, может быть, и службы там лучше работают. Потому что, если в Москве кто-то что-то черекнул, да, сразу приехала полиция, милиция и все подряд. Вот, и там все друг другу жалуются. Вот, а в провинции этого пока не хватает. Потому что и службы, соответствующие ГИБДД, да, которые должны отвечать за безопасность, не за штрафование нас, граждан, а за безопасность этого движения, они очень слабо реагируют. Вот, я был очень рад, когда, наконец-то, у нас ввели, не знаю, почему не сделали сразу же вообще, как только машины появились в России, поправку к нашему кодексу, да, о том, что опасность телевождения, это приравнивается к злостному там нарушению, да. Единственное, что пока слабо работает, опять же, на мой взгляд, потому что людей надо останавливать просто на дорогах, вытаскивать из машины, как это делают в приличных странах, и как щенка в лужу, собственно, окунать, в то, что ты сделал, там, если на дороге сделал что-то отвратительное. А то, что у нас люди делают отвратительное, это на каждом шагу, это меня, конечно, раздражает, поэтому я хочу все-таки об этом поговорить и заставить людей или призвать людей. Я понимаю, тяжело меняться тем, кто уже привык к этому, но, по крайней мере, дайте шанс вашим детям, которых вы воспитываете, стать нормальными автолюбителями и нормальными гражданами, да, которые будут следить за тем, что они делают и как они делают. Первое, что меня раздражает, это, конечно, любая парковка у нашего супермаркета, да, Череповецкого. Даже когда разлинованы все места, то есть существует разметка, парковка, висят знаки, почему-то все наши граждане ставят машину не так, как разлиновано и написано, а так, как попало и желательно поближе к входу, да, вот это раздражает так, и я не понимаю, почему там не работают эвакуаторы, потому что, в принципе, это вообще частная территория, да, которая принадлежит супермаркету. Во всем мире это работает очень просто. Понятно, что количество идиотов там в развитых странах, оно гораздо ниже, чем у нас, да, и на тысячу человек, может, там найдется один придурок, который поставит машину поперек у входа, но, во-первых, ее сразу же уберут и впаяют ему такой штраф, что ему он вообще может забыть про свой автомобиль, собственно. Вот у нас почему-то пока не работает. Хотя я бы, по мнению, потому что, опять же, говорю, наверное, это никому не надо, к сожалению, или уровень нашей культуры еще не дорос, чтобы это нужно было кому-то. Потому что, в первую очередь, здесь должны работать как собственники магазина, там, или администрация магазина, вместе с ГИБДД, и навести порядок у себя на паркингах. Конкретно я могу в Череповце обратиться. Это паркинги там у больших магазинов, МАКСИ, например, тот же АКСОН, да, у нас в 104-м, по-моему. Там все ставят машины, как попало. И совершенно не думают о том, как другой участник движения, твой сосед, так далее, будет выезжать или заезжать. Это жутко раздражает. За это надо наказывать. И не просто наказывать, а наказывать сильно. Но люди к этому не готовы, я так понимаю. Я проблему вижу в другом, что, к сожалению, вот это поколение, которое, ну, уже тяжело переучить, да, оно все равно когда-нибудь сгинет, я надеюсь. Но сейчас растет молодое поколение, которое нужно научить. К сожалению, вот то, которое плохо научено, все же учатся, в первую очередь, у нас воспитание происходит в семье, я считаю, всегда, да. И родители вкладывают в своих детей вот эти правильные моменты. Например, я вырос в такой же советской семье, да, в городе Череповец. И почему-то мне родители, при том, что у нас, как у многих советских семей, там не было автомобиля очень долгое время, да, пока не наступила там современная там эпоха, скажем так, не было автомобиля. Но почему-то мы такая же обычная семья, советская при том, где не было культуры большой автомобилистов, все равно меня как-то воспитали нормально, я был хорошим пешеходом, а потом я стал нормальным автолюбителем, который не нарушает правила, как минимум уважает других участников движения. То есть, когда вот ссылаются на культуру, что это, вот, я сам, да, в начале разговора сказал, что это какая-то часть нашей культуры. С другой стороны, почему-то я-то в этой культуре вырос нормальным человеком, да, соответственно, кроме меня есть еще другие люди, которые тоже выросли нормальными людьми, также спокойно ездят, нормально, правильно паркуются, уступают дорогу где надо и проявляют уважение к другим участникам движения. Вот, но у большинства, к сожалению, этого у нас еще не хватает. Как я обмолнился, да, в Череповце, я считаю, проблема стоит остро, как и в любом другом, наверное, провинциальном городе, тем более таком разношерстном, да, потому что Череповец такой разношерстный город, рабочий поселок, у нас большая миграция была в свое время, но перемешана тоже и культура, и национальности отчасти, много кто перемешан. Есть города, кстати, в России, на удивление, я просто ездил по стране, да, есть небольшие города провинциальные, в которых, например, пешеходов пропускали всегда, еще до того, как мы сейчас, ну, в современной истории начали этим заниматься в России активно, да, у нас буквально несколько лет нормальные пешеходники, у нас сейчас есть культура пропускать пешеходов появилась, то есть людей заставили все-таки это сделать, да, и они поменялись. Вот. Я хочу глубже копнуть, я никогда не понимаю, у тех людей, которые нарушают правила, или, ведь нарушение, проблема не в самом нарушении правил, да, иногда правила, они действительно не очень понятны, их можно нарушить, если это не влияет, ну, никаких последствий плохих не приводит. Но гораздо важнее правил культура вообще, поведения на дороге. То есть, я привожу элементарный пример, есть, например, главная дорога, а есть второстепенная, да, ты выезжаешь со второстепенной дороги, должен уступить машину, едущим по главной дороге. Но во всем мире, если ты видишь, что на второстепенной дороге много машин, все на главной останавливаются и пропускают людей, потому что, понимают, они могут стоять там часами, да, и это культура. Она вообще идет вразрез с правилами, все должны сделать наоборот. Но делают именно так, и это делают все, и полиция, и скорая, и сами участники движения, и это нормально, да, это наша культура. Мы делаем другим лучше, значит, потом тебе сделают лучше. Я не могу понять, почему наши люди не могут перестроиться на эту элементарную схему, ведь они же хотят, чтобы их семьи там гуляли безопасно по улицам, да, то есть, чтобы какой-нибудь другой идиот не даром не совершил какой-то наезд на пешехода. Не важно где, хоть на тротуаре, хоть на пешеходники, не врезался в твою семью, да, когда это касается тебя, да, не врезался в какой-то автомобиль членов твоей семьи, то есть, ты же сам понимаешь, что ты своим примером подаешь, ты хочешь вроде бы, чтобы все жили хорошо, да, твоя семья в первую очередь, так надо начать с себя. Если хочешь, чтобы все твои члены семьи, твои близкие, родные были в безопасности, значит, тебе нужно само показать им пример, как надо себя вести, в том числе на дороге в первую очередь, чтобы они приняли этот пример и были примерными гражданами. И это по всей цепочке тянется. Поэтому, действительно, если копнуть глубже, я до сих пор не понимаю, то есть, почему люди это делают. Почему, первое, нарушают правила, которые достаточно понятные и удобные, а второе, почему не проявляют культуру или боятся проявлять культуру и уважение к другим участникам движения. А, ну, про супермаркеты, это вообще вот конкретный призыв, и я хочу, в принципе, это даже с мэром и с нашими профильными департаментами, да, в мэрии это обсудить, потому что было бы неплохо создать рабочую группу, я не знаю, какой-нибудь департамент по культуре, по ЖКХ, ну, кто отвечает за дороги у нас, да, и ГИБДД. И всей этой рабочей группе как-то пропагандировать культуру вождения среди вообще наших людей. И вообще начинать навсегда с детей, подростков, со школьников, потому что все это надо делать в школах вообще. Если родителей не хватает мозгов воспитать своих детей нормальными гражданами, то хотя бы государство должно к этому немножко приложиться. потому что это надо именно закладывать в тот момент, когда еще формируется человек. То есть это детство, там, юношество, до университета, когда он может впитать в себя эту культуру, в том числе культуру общения с другими людьми и культуру вождения, естественно, в первую очередь. Надо предпринимать какие-то шаги, потому что то, что я вижу в городе, это полный кошмар. Я считаю, не надо бояться людям делать замечания, а наоборот, их надо тыкать носом, иначе, как еще, и тыкать носом надо и своих друзей, и своих соседей, и своих коллег по работе, если ты видишь, что они допускают такие вещи. Потому что чем больше будет социального порицания, тем, наверное, все-таки где-нибудь там в душе у людей все-таки заест, что он придурок, ему надо поменяться. Вот так-то, я думаю. Субтитры подогнал «Симон»